Привет! А сегодня я вам расскажу способ заморозки моркови, которым поделилась со мной моя бабушка специя. Итак, сегодня я вам покажу, как лично я замораживаю морковь и расскажу немножечко для чего я это делаю. У нас очень много на даче выращивается моркови и, конечно же, нет особо условий для ее хранения. Она должна храниться в прохладном месте и, конечно, может храниться и до весны, но у нас такой возможности нету и я понимаю, чтобы морковь не гнила, чтобы не высыхала, чтобы не портилась. Мне ее нужно максимально каким-то образом переработать, поэтому я все-таки стараюсь замораживать, благо морозильники, холодильные камеры у меня есть, поэтому все-таки я основную часть моркови все-таки перерабатываю и замораживаю. Итак, давайте я вам покажу, как это делаю я. Итак, смотрите, я подготовила уже морковь. Естественно, ее необходимо помыть, почистить любым удобным для вас способом. Итак, я почистила морковь. Можно брать абсолютно любую, любых параметров и так далее. Взяла, наверное, такую самую корябенькую, которая побоялась, что она может испортиться или высохнуть. Итак, смотрите, почистила морковь и я лично буду использовать электромясорубку. Так будет быстрее. Можно использовать также кухонный комбайн. Если у вас нет ни того, ни другого, то можете использовать терочку. Вот такого вот плана. Самая простая терка продается в любом магазине и используйте вот такое вот полотно. Вот такого вот плана. Ну, мельче брать точно не стоит. Вот у меня еще от электромясорубки есть вот такая насадка, но это тоже окажется все-таки достаточно мелковато, поэтому вынуждены брать побольше. И вот посмотрите, какая вот насадка как раз-таки есть сейчас у у меня в этой электромясорубке. То есть, благодаря именно такой насадке, как раз-таки получатся самые оптимальные кусочки моркови, которые нам пригодятся для тушения овощей, для супа, для добавления в любые абсолютно гарниры, мясо и прочее. Итак, давайте приступим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ Итак, смотрите, морковочку мы потерли, и теперь необходимо аккуратненько ее разложить по пакетикам. Итак, пакетики можно брать абсолютно любых параметров. Я вот использую вот такого вот плана пакетики. Вот так вот их закасываю и ложечкой начинаю перекладывать. Можно, конечно, перекладывать и рукой, как это уже будет быстрее. Порции в пакетиках могут быть абсолютно любые по количеству моркови. Можете просто положить много-много моркови, а потом по кусочку отламывать. Я все-таки фасую по небольшим вот таким вот пакетикам, по чуть-чуть, чтобы, например, хватило там на несколько, допустим, блюд супа или, к примеру, на тушение овощей. И смотрите, как я их распределяю. Вот, допустим, столько моркови у нас. Вот так вот аккуратненько мы распределяем ее и вот так вот сворачиваем. Именно такой способ, чтобы не было воздуха, выпускаем лишний воздух, распределяем ровненько. Именно такой способ, он максимально экономичен в нашей морозильной камере. То есть можно будет сложить вот такими блоками и заморозить. Так, первый у нас готов. Если это будет маленький пакетик, то можно сделать более-меньше. То есть смотрите так, чтобы вам это было удобно. Самое главное, чтобы не было там воздуха, также никаких специй дополнительных не нужно. То есть не надо ее солить, эту морковь, вы уже сами потом разберетесь, в зависимости от того блюда, которое вы будете впоследствии готовить. И, по сути, моей переработанной моркови на всю зиму мне вполне хватает. Если же у вас нету возможности вырастить, если вы не вырастили морковь, то также можете приобретать ее на ярмарках. Потому что осенью и в магазинах, и на ярмарках она намного дешевле. Поэтому, собственно говоря, какая разница, когда вам покупать сейчас или зимой. Можете купить сейчас, когда она подешевле действительно. И вам также потратили пару часов времени, почистили ее, потерли на терочке. Или вы, или дали, может быть, мужской силе это сделать. И также заморозили себе. И поверите, что в последующем вы будете очень счастливы от того, что вы сделали это заранее. Потому что каждый раз вот так вот с морковью заниматься не всегда есть возможность и время, и, конечно же, желание. Поэтому, возможно, один раз стоит вот столько заготовить и быть потом счастливой до следующего сезона. Также, вот, кстати, я, наверное, не показала как раз-таки вот такого, видите, формата получаются брусочки. Это не мелкие и не сильно крупные. Если, конечно, брать другую терочку, можно и помельче, будут такие брусочки. Ну, нам очень нравится оптимально вот такой вот размер. Он подойдет и для супа, и для тушения, и для добавления к рыбке, к мяску. Можно также, конечно, использовать для абсолютно любых блюд, куда вы захотите. И, кстати, морковь один из тех овощей, которые очень хорошо хранятся в замороженном виде. И он имеет такую же свежесть даже после заморозки. Потому что есть овощи абсолютно непригодные для такого плана замораживания. Выпускаем весь воздух. Итак, вот смотрите. Вот такие у нас замечательные получились заготовочки, которые сейчас мы будем отправлять в морозильную камеру. Но на самом деле, я уже заранее подготовила вариант, чтобы вы увидели, как оно заморозилось. Вот таким вот образом. Замороженное. Вот оно крепенькое. А потом будем просто разворачивать и непосредственно обратить внимание, вот в каком виде она сейчас находится. Просто можно будет или отрезать ножиком, или даже отламывать вот так, как вы уже захотите. Столько, сколько вам потребуется. То есть, условно, ножиком отрезали, она очень легко отламывается, потому что она достаточно рыхленькая. Мы сильно ее не утрамбовывали, и она достаточно рыхлая. Поэтому отламываться и отрезаться она будет без проблем. Так, на разделочной доске, например. И пойдет столько моркови в наше будущее блюдо, сколько нам потребуется. И, допустим, мы уже отрезали какую-то часть. Точно так же обратно запаковали аккуратненько. Так. И отправили обратно в морозильную камеру. Итак, я надеюсь, что вам было очень полезно мое видео, и кто-то из вас воспользуется моими советами. Всем желаю удачи, счастья и всего хорошего. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»